Вопрос, который мучает молодых родителей – отдавать ребенка в детский сад или не отдавать, а если отдавать, то когда? Мой ответ прост. Если нет медицинских противопоказаний, то отдавать и как можно раньше. Почему это важно? Дело в том, что человек – это социальные животные. Большинство наших навыков, как, собственно, социальных, так и психологических, зависит от того, насколько богатой в социальной среде мы с вами формируемся. Когда ребенок только рождается на свет, его мозг в каком-то смысле находится в зачаточном состоянии. В своей книге «Счастливый ребенок» я даже называю это заготовкой к мозгу. Действительно, нервные клетки детского мозга еще не обладают должным уровнем связности, чтобы обеспечить элементарные поведенческие навыки. То, что наш ребенок научится сидеть, ходить, говорить – все это результат возникновения и укрепления нервных связей между клетками. От того, насколько хорошо будут отлажены связи между разными отделами мозга вашего ребенка, будет зависеть все – и поведенческие навыки малыша, и то, каким интеллектом он будет обладать в будущем. Как мы теперь знаем, благодаря последним открытистям в области нейрофизиологии, за мышление человека отвечают те нейронные сети, которые активно формируются в непосредственном социальном взаимодействии с другими людьми. А точнее, в коллективе других людей. В прежние времена дети воспитывались в больших семьях. С бабушками, дедушками, тетями, дядями, братьями, сестрами, кузенами и соседскими детьми. Но современный ребенок очень ограничен в объеме социальных связей. Он не учится учитывать интересы большого количества людей, объединенных одной жизненной ситуацией. Вот почему детские сады сейчас стали даже важнее, чем раньше. Именно в них ваш ребенок может получить так необходимый ему для полноценного развития объем социальных контактов, сложность этих контактов, общие с другими детьми дела и цели. Многие современные родители обеспокоены тем, как развивать ребенка, как сделать так, чтобы его мозг сформировался здоровым, а сам ребенок был умным и успешным в будущем. На это я должен сказать, что никакие упражнения, развивающие занятия и прочие инструменты обучения не способны компенсировать недостаток социальных контактов ребенка в детском коллективе. Да, будут сложности, респираторные заболевания и так далее, но все эти проблемы временны. А вот мозг вашего ребенка, которому для формирования необходима объемная и здоровая социальность, он навсегда.